Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видеоролике я хотел бы высказать свое мнение по поводу нового поколения Xbox'а. К сожалению, на данный момент оно у меня не слишком радостно, я вас сразу предупреждаю, видос, наверное, будет с каплей пессимизма, ну, короче, просто будьте к этому готовы. Также, если вы будете согласны с моим мнением, то прожмите лайк, подпишитесь на канал, ну, а также советую ролик смотреть до конца, потому что многие смотрят до определенного момента, пишут коммент, закрывают видосы и, по сути, останавливаются на фразе, которая без проблем может выдранная из контекста. Короче, давайте начнем. А начнем мы, пожалуй, с одного и того же, что новые консоли выйдут уже совсем скоро. Даже, по-моему, 1С Интерес стал высылать на e-mail сообщение, где рассказывают, что, пацаны, у нас скоро будет предзаказик, чекайте на рассылку, скоро будет. Несмотря на то, что предварительно консоли выйдут где-то в ноябре, мы, к сожалению, мало что о них вообще знаем. И лично я уже устал ждать каких-то подробностей, поскольку, на мою память, не было тех времен, когда компании до последнего держали в секрете цену и дату выхода новых консолей. Да, мы, в принципе, по слухам и из прочих новостей уже знаем, что новые консоли должны выйти в ноябре, но, опять же, нету какой-то конкретики ни от плойки и ни от Xbox. Кстати, поговорят, что Xbox Series X может выйти чуть пораньше, чем PlayStation 5, и, возможно, у PlayStation 5, может быть, опять же, это слух, могут быть какие-то проблемы в старте во всем мире. Поэтому не факт, что те, кто хочет купить PlayStation 5, смогут ее купить. Вот так вот. И еще кое-что. К сожалению, не было той презентации в августе, которую мы все ждали, ну, на которой должны были показать Xbox Series S. Ну, а также рассказать новые подробности и такое ощущение, что в сентябре этого тоже может не быть. Да, в принципе, уже появилась новость о том, что команда Xbox поедет на шоу в Японии, которое состоится 24 сентября, но, опять же, по их информации сказано, что ничего с новым поколением, к сожалению, показано не будет. Пока все это ожидание идет, у меня сложилось такое впечатление, что консоли нового поколения не в лучшем положении. И если взглянуть на всю ситуацию объективно, складывается такое ощущение, что в новых консолях очень мало смысла. Если же вы с этим не согласны, то попрошу вас дать ответ на такой вопрос. Ради чего вам хочется сейчас взять свои деньги и побежать в магазин и на старте купить, к примеру, Xbox Series X? Реально, напишите свое мнение по этому вопросу в комментарии, потому что очень хочется почитать мнение большинства. Да, ни для кого не секрет, что я тоже, в принципе, хочу купить Xbox Series X на старте, но делаю я это, скорее всего, потому что мне просто нравится бренд Xbox и потому что новые консоли я всегда беру на старте. Но, знаете, при этом какого-то явного и четкого объяснения тому, зачем мне новые консоли, я пока не нахожу. Ну, кроме как, наверное, что мне интересно трассировку лучей и 120 FPS в некоторых играх. Знаете, на мой взгляд, консоли, а именно девятое поколение, оно стало как-то приближено больше к ПК или вообще похоже на рынок смартфонов. Когда ты вроде ждешь какую-то новую модель, но в то же время ты получаешь старое, но просто в новой обертке. Это, знаете, как с айфоном. Какой бы ты айфон не купил, ты купишь тот же самый айфон, но только лучше, чем предыдущий. В плане Xbox здесь, по сути, то же самое. Геймпад, дашборд, он практически остался неизмененным. И самое главное, что меня пока что расстраивает, кроме глобальной новизны, так это отсутствие очень крутых эксклюзивных проектов на старте, да и вообще проектов в принципе. Лично для меня всегда смысл в новых консолях, в седьмом поколении, в восьмом поколении были игры, игры и еще раз игры, ну и технологии по типу Кинекта. И когда я смотрел на новые консоли, я мечтал поиграть именно в игры, как бы мне сама консоль была не так важна, как возможность поиграть в те самые долгожданные игры. Просто для меня консоли это просто некая возможность прикоснуться к тем самым играм, которых ты ждешь. Когда я хотел купить Xbox 360, я хотел поиграть в Star Wars The Force Unleashed, The Born Conspiracy, в GTA 4, хотел, блин, попробовать технологии Кинекта. Когда я ждал Xbox One, мне также понравился Кинект, я хотел поиграть очень сильно в Rise, в Dead Rising 3. А сейчас, когда я жду новые консоли, я понимаю, что ничего из этого я по сути не получу. И каких-то сногсшибательных проектов, которые в принципе должны тебе продать консоль на старте и в ближайшее время ожидать не стоит. Да, я понимаю, что к выходу Xbox One выйдет довольно-таки мощная мультиплатформа, которая получит улучшение, ну по типу Киберпанка. Но в эти игры я могу поиграть даже на фатке. Да, я прекрасно понимаю, что там будет очень низкое разрешение, будет мыло-мыльное. Но оно мне в принципе не помешает получить удовольствие от самой игры, от геймплея, от сюжета и тому подобное. То есть, знаете, вот лично для меня не так важны Терафлопсы и 4К разрешения, как просто сама игра. Просто если новые консоли хотят многие купить ради 4К, то, по моему мнению, Xbox One X в данный момент неплохо с этим справляется. Майки, как по мне, понимают всю суть этой проблемы и поэтому некоторые игры, они не выпустят на Xbox One. Но, как по мне, опять же, какого-нибудь медиума и еще какой-нибудь игры, это будет мало для нового поколения, очень мало. Несколько видосов назад я поднимал тему того, что новые консоли, скорее всего, выходят слишком рано. И, в принципе, со временем я эту теорию для себя подтвердил. NextGen не готов, а каких-то новых проектов показали очень мало. И знаете, во всем этом разочаровании, наверное, масло в огонь больше подливают обещания и высказывания команды Xbox. Я, в принципе, прекрасно понимаю, что эта проблема проблема нас с вами, поскольку наши ожидания наши проблемы. Но, как по мне, сейчас ситуация не такая, как нам про нее говорили. Вспомните хай при покупке новых студий. Все думали, что все, будут только высокобюджетные проекты, все будет супер, игры будет просто, просто море. Вспомните, как Майки говорили, что они будут поддерживать Xbox One, там, целых два года, все игры будут выходить, все будет супер. Вспомните, как Фил недавно говорил, что у них столько игр, что они могут их анонсить каждый месяц. Где это все? Где? Да, я, опять же, прекрасно понимаю, что это бизнес, и как бы они просто высчитывают, что им выгодно и что не выгодно, но так или иначе, вот эти вот обещания и высказывания, они немножко портят впечатление от исхода ситуации. Единственное, пожалуй, о чем Майки говорят, и это действительно есть, так это некий технологический прорыв в консолях, что вот, ребята, у нас 19 тарафлопс, вы будете получать там 4К и 120 фпс в некоторых играх. Но, к сожалению, то самое железо, те самые тарафлопсы, они дают нам лишь разрешение и количество кадров в секунду, но никак не сногсшибательные проекты. Тут, на самом деле, можно отчасти кинуть респект Sony, поскольку они очень мало говорят и просто делают уклон на игры. И, в принципе, они умеют и продают свой продукт, несмотря на то, что многим кому-то там не нравится что-то в PlayStation, у них все равно есть явные плюсы, ради которых многие игроки хотят купить именно эту консоль. Типа, если вы хотите играть в Ratchet & Clank или в новый Spider-Man, ребят, ваш выбор PlayStation 5, и с этим не поспоришь. Почему майки не делают так же, без понятия. Возможно, у них вообще просто другие цели, касаемо подразделения Xbox, а, возможно, и внутренние проблемы. Так как, если мы вспомним ситуацию, которая произошла с Halo Infinite, складывается такое ощущение, что Фил, разработчики и маркетинговый отдел, это три вселенные, которые вообще никак не пересекаются. До июля нас уверяли, что с Halo Infinite все хорошо, что она выйдет в день старта Xbox Series X, то есть с ней вообще нет никаких проблем. Потом же, после показа, ее перенесли. На мой взгляд, данное решение однозначно верное, потому что то, что показали, оно не соответствует даже 2020 году, то есть такое выпускать на новом поколении, ну, реально немножко стыдновато. Но, опять же, в этой ситуации лично меня немножко задевает это высказывание и обещание до той самой презентации. Если бы изначально, после коронавируса, ребята сказали, типа, пацаны, у нас вот не готов проект, да, чтобы он выглядел очень круто, нам нужно время. Это было бы нормально, все друг друга поняли, и это как бы обычная практика. Но все почему-то пошло наоборот. Сначала они показали, и когда, в принципе, аудитория стала негодовать, что графон как бы не соответствует нашему времени, они поняли, что, ну, да, ребят, как бы они не схавали, нужно что-то переделать. В принципе, во всей этой теме нового Xbox единственный плюс так это то, что на него все-таки выйдут сногсшибательные старые франшизы. Но, опять же, к сожалению, о той самой Форзе, а о Фейбл мы вряд ли услышим что-то в ближайшее время. И самое главное и самое печальное это то, что мы, в принципе, даже не можем пока предположить, какими эти игры будут. Просто те ролики, которые нам показали, они не дают понятия, какой будет игра, и, в принципе, они могут вообще не иметь отношения к этой игре. Просто вспомните ситуацию с тизер-трейлером Halo Infinite. Поговорят, что тот самый первый тизер-ролик, который был выпущен, по-моему, на E3 2018, он ничего общего с игрой не имеет, и он был сделан на аутсорс. Но хотя там была пометка, что это сделано на движке игры, хотя, в принципе, возможно, что это не так. Я в данном видосе ни в коем случае не хочу сказать, что Xbox мне как-то перестал нравиться, что я его там перестал ждать, там уйду на плойку, нет. На мой взгляд, у Xbox все равно остались те плюсы в виде обратной совместимости, в виде Xbox Game Pass. Но, как по мне, для нового поколения это все-таки мало. И лично для меня, как позиционируется и как продвигается новая консоль, выставляя на передний план технические характеристики и те самые тарафлопсы, не выставляя самого главного, а именно игр, ну, как-то выглядит плачевно и прям печально. Ибо самое главное, поймите, мы играем не в мощь, а в те самые игры. Да, я прекрасно понимаю, что многие клюют на выражение, мощнее значит лучше, но после покупки новых консолей, многие, скорее всего, начнут понимать, что новых игр, каких-то реально крутых игр под ту самую мощь, на старте не будет. И они спросят, блин, ребята, а что я играю, например, в игры по обратке, а где новые игры? Нафиг я тогда брал новые поколения? В общем, чем я могу подытожить? Я очень надеюсь и верю всей душой, что майкам все-таки есть что показать и новое поколение, оно будет действительно интересное, очень интересное и надеюсь, что оно будет интересно в плане игр, а не в тех возможностях тех или иных консолей. В общем, такое вот мнение по этому поводу, да, я вас предупреждал, будет нотка пессимизма, но так или иначе, я жду новые консоли, все-таки жду новой информации, надеюсь, что они все-таки как-то нас удивят и действительно покажут много крутых проектов. Если вам видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно, прям обязательно пиши свое мнение в комментариях, большое спасибо за просмотр и до новых встреч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok